За сентябрь-октябрь сотрудники ОВД зарегистрировали 27 случаев незаконного доступа к личному кабинету саровчан на госуслугах. На минувшей неделе мошенники снова обманули жертву и получили доступ к его личной информации на портале. Еще один заявитель отдал злоумышленникам более 30 тысяч рублей при покупке автомобильных шин на сайте. Они договорились о продаже и покупке товара. Да, продавец попросил перевести деньги на предоставленный им банковский счет, что потерпевший сделал. Однако после перевода денежных средств продавец пропал, заблокировал его в мессенджере и также удалил сообщение. 79-летнему мужчине позвонили и сообщили о том, что его жена стала виновницей в ДТП, и чтобы спасти жизнь пострадавшему, нужны деньги. Так саровчанин передал через курьера 250 тысяч рублей. Подобный случай произошел еще с одной жительницей города, которая передала в руки мошенников 109 тысяч рублей. Известно, что курьером в обоих случаях выступила 19-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали 6 ДТП с материальным ущербом. Случаев с пострадавшими не было. До 29-го числа проводится операция «Засветись». Основной уклон в этом мероприятии делается на выявление нарушений, нарушение перехода пешеходами через проезжую часть, а также статья 12.18 – это у нас непосредственно преимущество пешеходам на пешеходных переходах, так как в области есть такой небольшой рост данного вида нарушения. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в осенне-зимний период, в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, использовать предметы со световозвращающими элементами, так как они позволяют водителям вовремя заметить человека на проезжей части. В ненаселенных пунктах использовать световозвращающие элементы нужно обязательно. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.